Украинцы мало платят за энергоресурсы. К такому выводу пришли участники круглого стола, кто пытался спровоцировать энергетический кризис в Украине. Эксперты, принявшие участие в мероприятии, считают, что власти, к примеру, не следовало искусственно удерживать цену на газ. Для населения до конца 2022 года, по их мнению, рынок не только даст дополнительные ресурсы в бюджет, но и покажет объективную картину по количеству людей, которые реально нуждаются в субсидии. Не менее парадоксальным выглядит утверждение экспертов о том, что якобы заниженные тарифы для населения выгодны исключительно олигархам. Кому выгодны низкие тарифы для населения? Для не угадайте. Для олигархов. Для тех, кто эту услугу нам продают. Почему? Потому что, когда есть население, где гривна 68, есть другие, которые в ноябре платили 4,40, оно идет по проводам. И отсечь, какая часть куда пошла, технически невозможно. Когда ТЭК напишет, что население купило там 20 миллионов, государство проглотит, эти 20 миллионов компенсируют. А из этих 20 миллионов, 10 могли пойти к коммерсантам, которые были проданы по 4,40, ТЭК на них зарабатывает, еще разницу получать с тех, что на бумажке написано, якобы потребляло население. А если бы тариф был одинаковый, вот этих бы схем воровства и бы просто не существовало. А вот проблемы с подачей электроэнергии могут быть чисто политическими. В частности, вследствие конфликта офиса президента с владельцем компании «Монополиста» на рынке, самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым. Одесситы уже не первую неделю ощущают периодические отключения света в разных местах города. Компания ДТЭК объясняет это плановыми работами, однако здесь могут быть подводные течения, говорят специалисты. Если захочет каким-то образом Ахметов надавить, и он сейчас наверняка хочет надавить на тот же офис президента. Почему? Потому что уже мы знаем, были случаи о том, что ДТЭК обиделся, что якобы им не выплатили в полном объеме, либо вообще не выплатили за ту электроэнергию, которую они произвели по зеленому тарифу, которые были на их альтернативных активах произведены, произведен этот объем. Да, уже возник какой-то конфликт. А после заявления президента Зеленского о том, что Ахметова втягивают в подготовку госпереворота, конфликт вышел на новый уровень. Достаточно посмотреть, как изменилась риторика журналистов на подконтрольных олигарху телеканалах. Но самое печальное, что заложниками этого конфликта стали простые граждане, которым приходится сидеть без света.